здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас в нашей импровизированной студии отдела абонемент публичной библиотеки и у нас сегодня открытый разговор сегодня у нас в гостях гид инструктор по туризму из челябинска экскурсовод александр приблагин здравствуй саша предлали то приятно что вы позвали меня я даже не ожидал что в личной библиотеке есть разные проекты направлены на какое-то освещение туристической деятельности искусствоводческой деятельности мой взгляд это такое потухающее направление которое надо возрождать кричать о нем визжать о нем потому что наша область очень богата на разные достопримечательностей не охватить за один месяц и даже согласно и области наша страна мы будем развивать знакомить вас дорогие друзья с различными интересными людьми челябинска и сегодня у нас вот такое направление путешествия хотя не только путешествиями и туризма увлекается александр но обо всем по порядку я прочитал у вас на странице точнее у тебя я прочитал у тебя на странице что ты около семи лет в туризм и за это время успел побывать во множестве сложных походах по миру и бесконечных турах выходного дня по уралу ты немного экскурсовод немного повар немного сваха немного пилот дрона и я как девочек сразу хочу спросить почему немного сваха расскажи чуть чуть подробнее мы возим людей в горы и люди своем большинстве ищут впечатление эмоций и очень много одиноких с нами ездит и мальчиков и девочек и концепция нашего путешествия это всегда знакомство и погружение в какие-то радости жизненные и одна из радости жизненных это знакомство нескольких людей или групп людей и вот процесс знакомства проходит непринужденным образом этот момент мы узнаем чем человек увлекается какие у него какие у него предпочтения там в еде или в действиях повседневных и таким образом получается совместить людей по интересам то есть если у них у обоих есть кошка у мальчика у девочки то скорее всего их объединительная точка это какая-то кошка и мы назначаем для них какую-нибудь какую-нибудь шуточную импровизационную безделушку которую они оберегают всю всю поездку то есть это вот такие моменты и на это очень большой спрос сейчас идет потому что очень большое количество девочек ездит одиноких и а возвращаются уже не одинокие больше чем мальчиков и всегда на хороших парней идет борьба и вот мы этих парней холим лелеем оберегаем чтобы девочки не разорвали в самой поездке уже на заметку путешествие это один из самых сильных способов найти для себя подходящего человека все маски отбрасываются природа оголяет полностью природа делает из человека естественное состояние энергии можно так сказать я вот тоже хотела добавить что человек без прикрас в естественной среде я жену свою в походе нашел классно мы познакомились на алтае и вот уже шесть лет мы вместе как зовут ваша твою жену наталья наталья привет у нее есть свои интересы в поездках какие то то есть она любит там определенные путешествия эти путешествия мы реализовываем самостоятельно немножко ездим немножко по раздельности ездим то есть некоторые путешествия которые я считаю работой для себя не позволяют мне отдыхать а ей хочется отдыхать поэтому я отправляю со своими друзьями конкурентами и всевозможными разными другими фирмами которые реализуют разные интересные путешествия она приезжает рассказывает как это внутри их кухни рассказывает путешествие по местах которые там она посетила в общем это отдельный мир то есть путешествовать раздельно тоже можно и в этом мы доверяем а я еще знаю что у вас есть собака вот вы когда уезжаете с кем оставляете собак родители у нас недалеко живут какой породы у вас немецкая овчарка достаточно большая и у нас живет на улице у нас дом и никаких сложностей нету в том чтобы его не нужно гулять выгуливать если у него огромная территория да и ему только иногда нужно еды подкидывать все два раза в день родители кормят классно саж приближается сейчас сезон отпусков готовишь ли ты какой-то тур по россии может быть по нашей области для искушенных путешественников вот для тех которые уже вроде бы все видели мы понимаем прекрасно что сейчас в основном будут по россии путешествовать вот расскажи в этом направлении для искушенных путешественников августе у нас будет тур на камчатку это путешествие полноценное двухнедельное с сложными восхождениями с спуском в лаву и пещеры где можно жарить шашлыки на лаве такие вот три вулкана у нас в программе у нас встреча с медведями в программе разные заброски гейзерные озера эти горячие источники с паровыми ваннами то есть это тур который точно удивляет точно переворачивает любого путешественника независимо от того какой у него уровень путешествий и этот тур укладывается в 60 тысяч всего лишь то есть камчатка доступная камчатка недорогая считается и где-то недельное путешествие по самой камчатке у нас выходит вот примерно в такую цифру плюс еще на перелет плюс перелет но нет это уже с перелетом а уже то есть около 60 тысяч это с перелетом так записывай питание жилье все заброски все экскурсии вот все даем только вот нужно туда приехать и все тогда у меня сразу два вопроса возрастное ограничение на этот сложный тур достаточно подготовка нужно быть средняя средняя вот если брать наши путешествия то нужно пройти весь таганай обязательно то есть это путешествие в котором устают даже инструктора можно программу взять максимум которая усложнит тур максимально и как бы все будут счастливы но после этого путешествия придется еще отдыхать после такого отпуска нужен отдых еще пару дней выходных понятно вот наверное даже с 18 лет путешествие хорошо спасибо а насколько безопасно все таки это путешествие вот ты сказал про медведей и немножко даже здесь стало страшно даже здесь есть медведи не знаю что их бояться ну сравнение вам на на камчатке на одного жителя зарегистрировано приходится 10 медведей то есть популяция медведей там в десять раз больше чем людей и человек там не хозяин но туристов и туристических маршрутов там огромное количество то есть туристов настолько много не настолько хоженые что государством каким-то образом сделаны определенные нацпарки и путешественные тропы маркированные по которым зверь не ходит большое количество людей их пугает там ездит транспорт там ездит егеря там постоянная облавана на всяких животных разных и если какой-то из животных будет чудить его просто напросто выгонят из ребят что что произойдет такой вот поэтому за туристами там тоже смотрят камчатка сложная камчатка край земли где вот искушенные говорите вот искушенных туда самых искушенных и у меня опять возник вопрос а что делать с тем кто например вроде бы готов но на полпути говорит я больше не могу как поступать вся эта фильтрация происходит на этапе знакомства то есть когда у нас создается путешествие у нас есть несколько орг встреч перед путешествием у нас иногда проходит если это сложный тур нас проходит ознакомительный поход то есть мы берем какой-то определенный маршрут там тот же самый таганай или зюраткуль и идем с этими людьми на таганай или зюраткуль по сложному по сложному маршруту и там уже выявляется абсолютно все капризный кто-то по снаряжению не подготовлены кто-то почему подходим настолько ответственно что на этапе при предварительной брони даже даже еще до предоплаты мы делаем все анкеты заполнения там подготовительные мероприятия которые позволяют нам отсечь неподготовленных людей психически нестабильных тоже еще одна из особенностей все наши путешествия безалкогольны и тут мы отсекаем весь неадекватный контингент все все поведение которое может вызвать алкоголь мы вообще отсекаем и у нас минимум минимум курьезов которые могут произойти с туристами это минимум в этом плане мы конечно молодцы еще раз напомним нашим зрителям что тур на камчатку планируется в августе правильно и если вы готовы чувствуете в себе силы и желание у вас есть возможность то записывайтесь к александру приблагину мы потом оставим все контакты теперь вернемся к челябинской области если у вас какой-то беспроигрышный вариант может быть тур выходного дня или нет по нашему красивому краю в прошлом году у нас был хит продаж я его так называю это одна фотография качель которые качаются над пропастью есть у нас айские притесы и одна единственная фотография набрала нам около 800 туристов за все лето можете себе представить я поставил рекорд по однодневному выезду 126 человек мы одновременно в один день увезли на айские притесы можете себе представить это тур выходного дня 8 утра уехали в 9 вечера приехали при всем при том что эта поездка была с питанием со всей экскурсионной программой со всеми этот это целая наука то есть там только отвечать на вопросы приходилось в очередь то есть стояло 100 человек в очереди и спрашивала когда обед ты говоришь через 20 минут через 18 минут через очень масштабные достопримечательности в которых присутствует элемент хайпа вот красивая фотография это один из сильных элементов которые притягивают до в наше время время сильно прошлом году еще инстаграм был запрещенный у нас в россии он у нас очень сильно гремел фотографиями сторизами у каждого второго была фотография с выходного и мы не стесняемся ездить не стесняемся показывать не стесняемся набирать огромное количество туристов и если это работный маршрут и профессиональные инструктора ничего страшного может при всем при том что безалкогольные путешествия они безопасны оказывается люди разумные если брать большинстве когда человек спрашивает что мне делать в горах я не был ни разу не знаю как в походы ходить оказывается он все знает оказывается все умеет здесь никаких сверхспособностей не нужно наши наши путешествия вот эти качели они входят стоимость тура или нет нет у них есть особенность люди которые не хотят долго в очереди стоять не идут на них если мы включим стоимость то 20 человек просто в очереди не смогут устоять все вместе при всем на этой достопримечательности еще несколько групп приезжает приходится бронировать время под свою группу из достопримечательностей на той на той местности есть прыжки соответственно скалы 90 метров пропасть на веревке на тарзанке есть зип-лайн когда ты садишься на не садишься даже цепляешься руками за такую штуку и вниз катишься к реке на веревке есть велосипед над пропастью когда ты садишься на настоящий велосипед который приделан специальным образом к веревке едешь на настоящем велосипеде через пропасть естественно страховки там ты в системе сидишь вот есть экстремальный спуск в грот юношеский на специальной скалолазочной дороге и мы как-то попали когда шести семилетки тренировались там спускались их спускали туда вот в этот грот юношеский шесть-семь лет скалолаза тренировка была там вот поэтому развлечений там огромное количество и выбирать для себя можно хоть что а можно сразу спрошу правда что в основном девчонки экстремалки или нет по твоему наблюдению вот ты перечислил и прыжки и на велосипеде там где-то над скалами проехаться я не знаю как так получилось у меня большинство девочек ездит поездки я пытался разбавлять пытался каким-то образом и привлекать мужчин в эти путешествия но мужиков найти сейчас очень трудно я не знаю где они прячутся не знаю что происходит их очень мало несколько лет назад у нас была девочка достаточно сильная такая инструктор и с ней ездили только мужики если не хвостиком везде за не ходили и вот я задумался о том чтобы взять девочку инструктора для того чтобы хоть хоть как-то вот привлекать пацанов достаточно что она должна быть холостая девочка чтобы флюидами своими там это орошать но так вот вышло что я не знаю инструктора девочки находят себе нормального мужчину и прекращают вообще с туризмом вообще вот как-то вот так получается почему-то вот одинокие девочки идут в инструктора для того чтобы найти себе мужчину я не знаю повелось так интересно наблюдение мужчин тоже самое вот пацаны да вот огромное количество девочек вокруг них крутится вот он нашел себе девочку и все инструктора больше не идет у него какая-то вот своя своя движуха свой мир он может сам саша еще скажи ты сказал за один день вы сто двадцать шесть человек на эту экскурсию тебя большая команда кто тебе помогает да несколько человек у меня инструкторов несколько водителей несколько фотографов видеограф команда большая все зависит от задач какие какие нужно исполнять 120 человек можно и одному свозить целом достаточно просто быть со всеми и везде со мной же ездят туристы которые со мной давно то есть несколько лет и само путешествие превращается в путешествие когда вот в интересное путешествие когда люди объединяются ради чего-то и у нас есть свои игры классные которые объединяют людей в самом путешествии интересно то ездить когда ты не пьешь интересно то что-то еще и эмоции которые вызывают там определенные игры какие-то действия квесты они вот и возвращают людей это Это классно, когда много людей за одну идею. Саша, а куда бы порекомендовал поехать с детьми дошкольного или младшего школьного возраста? Это я как мама двоих мальчишек спрашиваю. Есть несколько легких путешествий, достаточно недалеко у нас от Челябинска, 90 километров, 100 километров ехать. Вот мы ездили Чешковский хребет, Устиновский каньон в прошлые выходные, 23 апреля. И вот как раз идти недалеко, все красочно, все красиво, полазить можно, повеселиться можно, история шикарная, обед приготовили. Либо в сторону Каштыма, сейчас набирает популярность тур за минералами, когда у тебя есть небольшое восхождение на вершину, ты идешь с киркой, и на вершине есть определенные камни, которые усеяны гранатами. И вот как раз в той стороне можно пойти с киркой, наковырять себе гранатов и приехать уже с трофеями, можно так сказать. Причем там еще есть штольни слюдорудников, которых можно найти слюду настоящую. Там есть гора, там небольшая Сугомак, на которую можно взойти, пещера Сугомак рядом, мраморная. Есть озеро красивое, площадка смотровая, есть гора теплая, гора Поклонная, гора... То есть туда с детьми тоже можно? Да, да, достаточно безопасный. Клещевая активность сейчас в весеннее время небольшая там, вот именно в сторону Сугомака, Каштымского направления. Причем там есть, можно выбрать, то есть ты можешь выбрать Уральское Бали, как достопримечательно сейчас лед осядет, и как раз будет калиновый карьер всеми красками бирюзовыми пестрять. Там есть небольшая вершина горы Сугомак, и сейчас построили еще экотропу до Ягазы. То есть если мы хотим расширить путешествия, допустим, мало походили, хотим побольше походить, можно расширить. Причем там интересные легенды про Сугомак и Ягазу, башкирские разные легенды, про родники, которые там рядышком, про Таганай, который там дал согласие со всех сторон. В общем, история есть, радостные посмотреть глазами на достопримечательности есть, животных встретить листом зайцев можно, потому что места такие более-менее дикие, мы с детской группой замечали. И каждые 30-40 минут новая достопримечательность. Детям нужно, чтобы картинка менялась быстро. Вот чем быстрее меняется картинка, тем им прикольнее, они там побежали, побегали, тут исследовали, тут им за эти минералы рассказали, тут им рассказали за историю любви, там, этих мальчика и девочки, тут им рассказали за то, что техногенная катастрофа была, экскаваторы проходили, падали в этот карьер, и глина засасывала, что здесь были роторные машины, вот их провода там, ну, как бы, да, с детьми хорошо вот в эти стороны. Хорошо. А как ты вообще сам относишься к детям в твоих поездках, не мешают ли они? Да хорошо, у меня куча школьных групп, куча абсолютно разных возрастов. Здесь же как? Они же как взрослые, только им больше интересно. То есть у них в тысячу раз больше вопросов, но смотрят они глазами, такими же, как и взрослые смотрят. То есть люди, которые в первый раз в горы приехали, подобны детям, и вот огромное количество людей у меня ездит в первый раз, и для них вот элементарные вещи, которые как будто вот я думаю, что вот, что здесь такого? Для них вот в новинку у них глаза горят, как у детей, и у детей так же горят глаза, только у детей на тысячу вопросов больше всегда. Взрослые стесняются, маски у них сбрасываются, когда они тарелку забыли, с чего им кушать, да, вот ходят, спрашивают у всех тарелку, приходится там лопухи им нарывать, они китайскими палочками из дерева нарвут, кушают, с консервной банки чай запивают. То есть ну забыли посуду для обеда, сказали им взять, они не взяли, вот приходится импровизировать. И тоже определенный смех, по детскому интересные вещи. То есть такие вот, с детьми то же самое, у меня нет различий. Что лично для тебя туризм? Вообще, ты сам вот успеваешь отдыхать, когда ведешь группу, или это для тебя прям только работа? Да я езжу отдыхать. То есть для меня вся моя деятельность, у меня несколько направлений, и все эти направления неотрывно связаны с отдыхом, с моим отдыхом. Работа заключается в подготовке путешествия. Когда ты в самом путешествии, самое лучшее, что ты можешь, это отдыхать и радоваться с другими людьми. То есть огромный багаж знаний, который у меня есть, для меня в кайф порассказывать. То есть у меня нет такого, что я сижу из листочка где-то выдумываю, какие-то термины рассказываю. То есть я не бабушка-экскурсовод, который от начала и до конца поездки рассказывает, отрабатывает программу. Нет, у меня не так, у меня очень выборочно, то есть если я вижу, что людям интересно, я рассказываю. Если я вижу, что неинтересно, я не рассказываю даже. То есть им не нужно, они едут отдыхать, ну они спят, им не нужно вообще ничего слушать. Другой посыл. У меня посыл на отдых, то есть я больше медитирую, больше даю людям у воды посидеть, в горах посидеть. То есть прям посидеть, помечтать, послушать тишину, поделать всевозможные там практики, может быть, если какие-то есть. Это важные моменты отдыха, люди едут отдыхать. Конечно, конечно. Я хочу тоже зрителям добавить, что с Александром я тоже однажды ходила в поход, как раз тур выходного дня. Это был мой первый опыт такого похода. И для меня было очень важно, что Александр не подгонял группу, при этом мы выдерживали как-то тайминг. То есть мы успевали наслаждаться окружающей природой, посмотреть там с гор на величие нашей красивой области. Ну это было классно на самом деле, что никто не говорил, быстрее, быстрее группа где-то, стоящие или там догоняющие. Мы шли и наслаждались. Спасибо. Вам спасибо, что доверили. Саш, а на капризных туристов как реагируешь? А мне нет капризных туристов. Я не различаю их. Знаете, как... Я не обращаю внимания на это. То есть все, что... И они, наверное, перестают капризничать. Ну, какой смысл? То есть они могут идти долго нам еще, долго нам еще. Я говорю долго. То есть я говорю всегда правду открыто. Когда обед, я говорю, когда обед. Примерно в это время. Если человек устал, ну я ничего не могу сделать. То есть я не буду его нести. Я не смогу нести 20 человек. То есть если он взял рюкзак тяжелый и идет хныка, что он тяжелый рюкзак, помогите, понесите. Я не смогу нести 20 рюкзаков. То есть здесь момент такой, что я же говорю, когда ты водишь безалкогольные туры, капризов минимум. И когда ты уже сходил этот маршрут сотни раз, ну, отточенные моменты какие-то, они вот позволяют сделать путешествие комфортным. Уложиться в тайминг, сделать эти контрольные точки, где ты можешь ждать, где ты можешь дать отдохнуть людям. Бывает такое, что ребята подкатывают к девчатам, они их отсекают, а пацаны начинают капризничать. Это такое частенько все, особенно в дальних путешествиях. Мы там на Алтай ездим или еще куда-то. Только-только вот это произойдет, все. Там надо уже больше двух дней, нужно психологический анализ. Садиться с группой, разговаривать там, потому что дальние путешествия они такие. То есть ты немножко еще и психолог. Каждые три дня, если вот только-только пропустишь этот момент, три дня, на четвертый день группа начнет взрываться, на пятый день тебя разнесет. Все, там будет взрыв всего лагеря, то есть группа может расколоться. Опыт у меня большой, дальних путешествий, моя основная деятельность это дальние путешествия. Алтай, Байкал, Кольский полуостров, Камчатка, там вот такие вот. До пандемии у нас была Грузия, Армения, Азербайджан, Абхазия, такие вот. И сколько мы ездим, столько вот учимся. Вот опыт разных людей, сейчас у нас добавилась аудитория еще со всей России. То есть мы возим людей, которые со всей России, и менталитет-то разный. И вот представляете, уровень быстроты жизни москвича и уровень быстроты жизни ханты-мансийского автономного округа. Ну то есть это вообще небо и земля. Они встретились, допустим, там в какой-нибудь поездке, и у них вот начинается вот этот диссонанс. То есть в Москве надо много смотреть без людей, чтобы вообще никого не было. Быстро все, быстро бежать, быстро посмотреть и дальше бежать. А ханты-манты, они спят до 11, такие, а что уже светло? Ну типа, а москвичи уже все посорили за это время. То есть ну как-то вот так все получается. Да, кстати, есть такое, я сейчас вспомню, у меня родня в Москве, жена моего брата, она говорит, поехала в командировку в Тюмень. И я, говорит, два дня ходила и думала, почему здесь все такие медленные? У нас вот сталкиваются люди, и когда есть места, в которых они объединяются, это классно. То есть мы сталкиваем лбами менталитеты, показываем, как можно жить в разных частях, а самое главное, мы делимся лучшими своими достопримечательностями, которыми гордимся. То есть у нас каждый день какой-то рассказ какой-то области, допустим, собирается, у нас многогородовая группа, и каждый может рассказать, что у них в городе есть уникального, классного или нового. Что можно посмотреть, потрясающе. Понятно. Даешь ли ты своим туристам какой-то совет, что-то взять с собой такой вот поход, помимо стандартного набора, или это просто зависит от направления путешествия все-таки? Посуда для обеда, бутылочка воды. Самое главное. Самое главное. Не забывайте, друзья. Самое главное. Все остальное, сух паек, там, орешки, фрукты чуть-чуть, и еще какие-нибудь там приколюхи, это по желанию. Питьевая вода по желанию. То есть вы можете много взять, в зависимости от того, сколько вы будете пить. Головные уборы обязательно. В зимнее время у нас обычно запасные варежки, запасные носки. То есть мы делаем акцент на вот эти вещи. А в целом тур одного дня, он безопасный, недалеко идти, есть места обогрева, есть возможность вернуться, если ты вдруг там прямо колел, инструктор тебя вернет, все нормально будет. А если дальние путешествия, у нас есть прям список А4 листочек, в котором по пунктам расписано, что нужно взять, каким образом там, каким образом это вас спасет от каких-то там катаклизмов. Например, индивидуальная аптечка важна, вот разные есть непереносимости людей. Например, в весеннее время аллергических реакций очень много, уехал в другую местность из цивилизации. Это термобелье, которое позволит вам взойти на вершину и остаться сухим, например. То есть будет влага выводиться через термобелье, позволит вам не заболеть, если вдруг что-то произойдет. Хороший дождевик, когда ты в горах несколько дней, хороший дождевик лучше твой друг. Потому что дождь пойдет, не намокнешь, если брать вот эти вот полиэтиленовые дождевички одноразовые, то запаришься просто, то там мокро, то здесь мокро, то внес потерь, ужас какой. Вот качество снаряжения в дальние путешествия может спасти вам жизнь. Так, объективно. У нас не пакетный тур, в котором мы приехали, все включено. У нас полноценные авторские путешествия, которые требуют сил, которые требуют впечатлений, сильных эмоций, которые нужно перерабатывать, приезжая уже сюда, в Челябинск, еще несколько дней. Да, очень интересно, Саша, помнишь свою первую поездку, которую ты вот сам прям организовывал? Куда это было, когда? Вообще, какие эмоции у тебя были? Волновался ты или нет? Или это было так давно? Ну, это было давно, но у меня есть несколько таких. Ну, какой-нибудь нам расскажи. Самая такая из первых, я организовывал сплав, поехали мы инструкторским составом на реку Белая, и я организовывал полностью, там, от сих до сих, от питания до сбора снаряжения, всевозможного консультации, там, ребят своих. Вот, у нас поехало, 8 человек нас поехало, на УАЗики мы поехали, загрузили снарягу. Вот, приехав на место, мы обнаружили, что я не добрал несколько запчастей для катамаранов. И сплавляться было невозможно без них, нам пришлось там рубить ветки, деревья, чтобы вставлять эти поперечины, палки в катамаран. В общем, мы на сборном самодельном катамаране по бурной безумной реке сплавлялись, искали место ночевки, место обеда, место причаливания, где воды набрать. В общем, мы исследовали так сильно. Это была разведка, это было таким, знаете, сильно выдуманным путешествием, которое в конечном счете показало нам, насколько шикарные места там. То есть мы разведали намного больше, чем с какой-то группой, с каким-то маршрутом. И последующие годы уже применяли знания на всякие разные другие группы путешественников. Там сложно было, что это весеннее время, что с одной стороны лежит снег, а с другой стороны ходят медведи. То есть по белой ходили прям по берегу, медведь идет. Вот мы встречали, сложно было мутная вода, и в мутной воде, она быстротечная река, безумно была в то время весеннее, родники мутные были. То есть мы не берем на сплав воду, мы берем с родников воду. И приходилось искать еще где-то родники, каким-то образом приходилось нам выкручиваться. Вот теперь на определенное расстояние мы заранее заготавливаем воду, потому что, зная, что там не будет воды для приготовления обеда, это просто людям попить. Дорогие друзья, мы напоминаем, что у нас открытый разговор, и наш гость Александр Приблагин, инструктор по туризму, рассказывает нам лайфхаки о путешествиях и о своих турах предстоящих, чтобы вы знали, как провести ближайшее лето, ну и в мае можно тоже успеть. Саша, мы часто тебя видим в библиотеке, ты ходишь в клуб экскурсоводов, берешь книги в нашем отделе. Расскажи вообще, когда началось твое знакомство с нашей публичной библиотекой? Все началось с момента, когда я отказался от офиса. То есть, пришло время, когда офис в целом мне оказался не нужен. И мне нужно было где-то проводить время, встречаться, где-то за компьютером посидеть. И вот публичная библиотека открылась для меня с абсолютно другой стороны. То есть, тут есть компьютерный зал, в который можно прийти, поработать, поделать свои дела за компьютером в интернете. Здесь есть Wi-Fi везде, в который можно подключиться, можно зарядить телефон. Здесь напоят кофе. Самое мое любимое, посидеть, чайку погонять. Вот. А главное, что у меня освободилось огромное количество времени для чтения. Я много читаю, и не только публичная библиотека у меня в закормах моих, моих чиновников, библиотека Пушкина, молодежные, всевозможные. А потому, что в библиотеках есть разная литература, которая в какой-то период жизни становится наиболее интересной. И виток жизни – это определенная литература для чтения. Как-то так повелось, что очень быстро меняется жизнь, и разные интересы приходят. И в какой-то момент я с краеведением завязался, мне стала интересна история Челябинска, области Челябинска и всевозможных наших достопримечательностей, типа Аркаима, типа Иремеля, там рядышком с нами находится, там, Челябинской области. И вот начал изучать какую-то литературу, подтверждая все те свои рассказы, которые я транслирую, усиливая их в своих путешествиях. Но Клуб Экскурсоводов – это отдельная моя любовь. Собирается группа единомышленников, у которых есть определенный опыт, у которых есть безумный багаж знаний и стремление еще дальше изучать. То есть это могут быть возрастные люди, которые стремятся еще дальше погрузиться в историю, у которых с горящими глазами периодически там группы их хвалят, с которыми я периодически даже ездил, мне интересно с ними. Вот это отдельный корректив людей, коллег, можно сказать, с которыми мы взаимодействуем, и я привлекаю в свои путешествия экскурсоводов с этого клуба. Вот, езжу к ним на базы отдыха, у некоторых из них есть база. Другие отделы я меньше посещаю. Вот абонемент, чем мне безумно понравился, что можно взять книгу на дом на определенное количество времени, и без особого труда можно прийти выбрать. Вот такие вот моменты маленькие, то есть раньше-то я вообще библиотеки не любил, то есть для меня вот пойти купить книгу было легче, чем прийти в бюрократическую какую-то такую систему, где бабуля тебе говорит, ты вот там вот на той полке, вот там под номером 2675 идешь, вот тебе номер вот этот вот, мне тяжело было искать книги безумно, а здесь все комфортно, практически все есть. Да, и книги у нас классные. И постоянные новые появляются, тоже хорошая такая. А что сейчас читаешь? Или прочитал? Сейчас у меня повисла «Игра престолов». Я решил перелопатить свои любимые сериалы, и вот это уже шестой сериал, на который я смотрю с другой стороны. И вот как раз шесть книг я прочитал, по-моему, сейчас вот седьмая, не могу нигде найти ее. То есть ни в одной библиотеке почему-то нет. Хочу у вас помощи попросить. Каким-то базовым там. Сейчас мы посмотрим. За карман какой-то есть. Ты ведешь какой-то список книг, которые ты бы хотел прочесть, чтобы не забыть? Или это ситуативно? Вот как ты говоришь, новый виток жизни, и хочется какие-то определенные книги. Ну, список книг, которые прочел за год, и в конце года у меня подтверждение. Со мной ездят разные люди. Вот чем еще особенность туризма классная? Тем, что ты общаешься с разными людьми на разные темы. И классно то, что со мной ездит несколько литературных клубов. То есть люди, которые собираются, обсуждают книги. То есть это сильные клубы, один из них читалка. Вот мне приятно, они собираются раз в неделю, обсуждают определенные книги. И жена у меня с ними хорошо взаимодействует, у них потрясающие мероприятия. Нравится мне вот и пообсуждать книги какие-то определенные. При всем при том, что все одними тропами-то ходят. У нас все одни и те же книги читают. Отличие лишь там в жанрах каких-то небольших. И то, и то минимально. Практически все одно и то же читают. А есть какая-то книга, которую ты советуешь? Советуешь? Или все-таки стараешься не навязывать сомнения? У меня есть любимая книга. Это «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киасаки. По этой книге он сделал игру кашлоу. Я периодически с друзьями играю в эту игру. И каждый раз, перечитывая эту книгу, мне очень нравится реализовывать в жизни какие-то мысли из этой книги. То есть эта книга как пособие, по которому можно жить. То есть дальше в жизни идешь, дальше реализовываешь. Ну, есть разные интересные книги, которые на мою жизнь повлияли. Это прям отдельно, наверное, должен быть выпуск, по которым там можно рассказывать. Вот эта книга, как она повлияла на жизнь, как это изменило мое окружение. Как эта книга на карьеру повлияла, изменила окружение. Как эта книга повлияла на карьеру, которой я больше никогда в жизни заниматься не буду. Ну, то есть, и вот слишком интересно жить и слишком интересно читать. Как там кто-то сказал-то, человек, который читает книги, проживает много жизней, а человек, который не умеет читать, проживает одну. Одну жизнь, да. Нравится мне это сказание, кстати, из «Игры престолов». Приходите к нам в абонемент, берите классные книги, посещайте публичную библиотеку. И к завершению идем нашего интервью. Небольшой блиц-опрос. Что тебя вдохновляет? Баня. Баня? Тогда чуть-чуть подробнее. Я знаю, что у тебя есть культура парения, как это так называется. Расскажи. Я профессионально занимаюсь банным парением и делаю ритуалы баны. То есть, для меня баня – это место силы, место отдыха и место реализации духовного развития. То есть, в бане я духовно расту, мне нравится смотреть на результаты своего роста. И это еженедельные встречи с людьми, которые мне доверяют. То есть, это мои туристы, мои друзья, мои клиенты, которые из разных витков жизни. И вот баня – это еще одно направление обезмаскивания людей. Ну, короче, где люди снимают маски. И в бане ты видишь человека настоящего, духовного. То есть, это перед тобой сущность, уже не какое-то тело, а просто сущность. И эту сущность нужно каким-то образом умаслить. Наши зрители тоже могут попасть? Да, да, конечно, каждый четверг у меня банные встречи, каждый четверг безалкогольные все. И мы показываем культуру бани с паричками, массажистами, йогами, эзотериками и всевозможными медитативными практиками. Полный комплект. Да, 3-4 часа, будний вечер, четверга, всегда, каждую неделю, стабильно. Здорово. Какой твой идеальный отдых? Я уже поняла, баня. Нет. Нет? Нет, идеальный отдых это лечь на пляже и просто лежать недвижимо, перевернуться, опять лежать. А бывает такое? Есть время? Да, жена влияет на мой отдых, показывая мне, как еще можно отдыхать. То есть, пляжный отдых для меня раньше был абсолютно недосягаемый, не хотел его, а когда распробовал, хорошо. При всем при том, что два дня можно лежать и один день уехать в новое место. То есть, обязательно что-то увидеть, разведать. При всем при том, что я безумно люблю мототехнику, у меня мотоцикл есть, я езжу. И я стараюсь в страны, куда уезжаем, больше передвигаться на мототехнике. Взять в аренду где-то, у кого-то попросить или еще каким-то образом. Я вот путешествовал по Алтаю, мы брали в аренду мотоцикл. Путешествовали по Индии, мотоцикл, скутер. Путешествовали по Шри-Ланке, скутер, мотоцикл. В общем, это очень нравится. А метание ножей, что тебе дает? Я знаю, что... Вот, у меня еще направление метание ножей. Ну, это... Есть у меня секция по метанию ножей и топоров для детишек. То есть, это детская секция. Ага, детская? Да, да. В котором мы вырабатываем у детей чувство меткости, силу, соревновательный эффект и самая важная осторожность. То есть, осторожность это один из самых таких сильных моментов, когда ты можешь быть настолько уверенным в себе, но неосторожным, что это может повлечь свои последствия. И в шуточной форме все это обыгрывается. При всем при том, что меткость и мужской дух там отрабатываются еще сильнее. Мужской дух, я вот считаю, что есть какие-то направления в жизни, которые нужно в себе развивать всегда. Мужчиной быть сложно. Настоящим, сильным, красивым, добрым. То есть, это сложно. И взращивать в себе какие-то разные мужские достоинства нужно. Готовку, силу, какую-то отвагу, еще всякие разные такие вещи, чтобы суметь защитить каких-то людей. А вот метание это больше физическая нагрузка. То есть, у тебя работает физика. Это соревновательный эффект, когда ты, ну, у тебя такая, знаете, радость, когда ты попал. То есть, ну, ты метишь в цель. То есть, это вот, конечная твоя цель, это вот яблочко, серединка, вот, куда тебе нужно попасть. При всем при том, что это доброта к всем, ко всем своим соперникам. То есть, у тебя нету ненависти к ним, потому что они попали лучше тебя. То есть, только твоя недоработка. Если в каких-то командных играх у тебя есть ненависть к другой команде, то в этом спорте нет такого. Саш, ты очень много общаешься с людьми, водишь группы и сам во многих мероприятиях участвуешь. Какие-то качества в людях ты выделяешь, которые для тебя важны? Сложно, сложно сказать. Повторяются люди, повторяется характер, качества повторяются, повторяются деятельности. Все повторяется. И все идет к тому, что мне пора выходить на какой-то новый уровень, новый этап. Может быть, это какие-то люди высокодуховные, занимающиеся йогой, просветлением и еще всевозможными практиками. Может быть, это люди более углубленные в какие-то профессии, которые могут показать, что что-то другое. В большинстве своем я ввожу людей практически с одинаковых сфер жизни. То есть, определенная профессия, определенный уровень жизни, определенные места жизни. То есть, как-то вот так вот. У меня все сводится к тому, что человек один со мной едет. Один человек просто в большем количестве. То есть, он одинаковый. Он одинаково хочет радости, одинаково хочет питания, одинаково хочет успеть везде, одинаково хочет сфотографироваться, одинаково хочет это, одинаково то. И вот такое. Как-то вот у меня так пошло. Люди одинаковые. И ты ко всем одинаково, тепло, хорошо относишься и стараешься организовать классный уровень. Нет различий большой-маленький, нет различий в каких-то финансовых сферах, нет различий в этих... красоте не красоте то есть для меня все личности все все хорошие для меня пожелай нам хорошим личностям на лето что-нибудь зрителям нашим я желаю каждому найти место где он наиболее сильно может отдыхать и это место почаще посещать место силы найти свое место силы и построить там дома и жить там на этом фонтане энергии и радовать всех класс класс я хочу отпуск спасибо саш классно получилось у нас с тобой сегодня беседа классная беседа получилась я желаю тебе успехов пусть этот сезон хотя у тебя каждый сезон и летом и осенью водишь людей в походы пусть все будет классно благополучия здоровья не капризных туристов хотя таких и нет как мы уже поговорили пусть все будет хорошо друзья сегодня в студии был с нами александр приблагин экскурсовод инструктор по туризму гид организатор парения в банях по четвергам спасибо что были с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии до встречи